Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина и я рада нашей встрече в прямом эфире первого православного телеканала «Союз». Проводами зимы называли наши предки Масленицу. Этот народный праздник был временем, когда люди веселились, ходили друг к другу в гости, пекли плены и угощали ими своих соседей, родственников, да и подчас просто всех, кто оказался рядом. Зимние игры, забавы – таким мы знаем праздник по картинам, фильмам и литературным произведениям. Сейчас же праздник Масленицы кажется каким-то детским. Дома культуры, музеи и образовательные центры с радостью проводят и организуют для мальчиков и девочек игровые программы, а вот взрослые, наверное, вспомнят, когда на Масленичной неделе им удалось, например, прокатиться с горки. Так что сейчас самое время приобщиться к детским забавам. И пока взрослые решают, как это соотносится с их возрастом, статусом и количеством свободного времени, мы дадим слово детям из храма святого Иоанна Кронштадтского в Колтушах. Всем привет! Вы на канале Дети с Детем. Вас приветствуют сестры Литвиновы Аня и Саша. Тема сегодняшнего видео – как правильно поставить свечку в храме. Обычай ставить свечи в храм пришел в Россию из Греции, от которой при святом князе Владимире была получена нашими предками – православная вера. Отжигали свечи и святые апостолы, и первые последователи Христову, когда собирались в ночное время для пробовки Слова Божия, молитвы и переломления хлеба. Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить подсвечник возле икон, имеют несколько духовных значений. Свеча выражает теплоту и пламень любви человека к Господу, Матери Божией, Ангелу или Святому, улика, в которой верующий ставит свою свечу. Горящая свеча – это символ, видимый знак. Она выражает нашу горячую любовь, благоволение к тому, кому ставится свеча. Не следует зажигать свечу от лампады, чтобы не накапать воск в масло, или случайно не загасить лампаду. Если в храме не горят свечи и лампады, то не следует пользоваться спичками и зажигалками, а надо обратиться к свечнице. Я благодарю Аню и Сашу за их рассказ. Девочки поведали нам, что обычай ставить свечи в храмы пришел к нам из Греции. Христианство в эту страну пришло еще в I веке, когда на землю Эллады прибыл апостол Павел. До этого греки были язычниками и возводили храмы многочисленному пантеону богов, каждый из которых отвечал за определенную сферу жизни. Как проходили православные богослужения во времена античности? Об этом мы можем узнать благодаря сотрудникам Духовно-просветительского центра Калининградской епархии. Представьте, что вы пришли в храм, а там все поют хорошо знакомую вам мелодию. Звучит странно, но в церкви I века все было именно так. Богослужение еще не сформировалось, оно было предельно простым, не было никаких профессиональных певцов, которые бы исполняли заранее написанные произведения. Пели чаще всего все общины и пели псалмы, которые были хорошо знакомы с детства каждому иудею, даже после того, как он принял христианство. Но после апостольской проповеди появилось новое поколение христиан, христиане из язычников. Очень скоро церковь распространилась по всей Римской империи, и христиане из язычников оказались в большинстве. Это были совершенно другие люди. Никаких псалмов они, разумеется, уже не знали. Вообще иудейская культура была для них чуждой. Это были люди другой, греко-римской цивилизации, и эта цивилизация была, пожалуй, самой музыкальной. Древние греки сопровождали музыкой все важные события в своей жизни. Земледелие, пиры и танцы, свадьбы и похороны, войну и, разумеется, богослужения. Причем речь идет о языческих богослужениях. Элевсинские мистерии, жертвоприношения Аполлону, празднования в честь Диониса. Все это сопровождалось музыкой. И именно эти мелодии были знакомы с детства каждому древнему греку. Так впервые в истории вопрос о церковной музыке превратился в серьезную проблему. Можно ли использовать за богослужением музыку языческого происхождения? Не вызовет ли она излишних ассоциаций? Не нарушит ли особую атмосферу христианского молитвенного собрания? Наиболее консервативные христиане были возмущены. И это возмущение можно понять. Сложно смириться с тем, что ты приходишь в храм на богослужение и слышишь музыку, которая изначально была посвящена Дионису или, допустим, Аполлону. Греко-римская музыкальная культура Тем не менее, греко-римская музыкальная культура качественно отличалась от всех остальных. В чем заключалось отличие? Ну, во-первых, она была очень глубоко теоретически осмыслена. Пока весь мир просто пел песни, греки писали об этом книге. Каждый более или менее серьезный философский трактат содержал в себе разделы, посвященные музыке. Кроме того, история донесла до нас множество специальных сочинений по музыкальной теории, самые ранние из которых датируются IV-V веками до Рождества Христова. Самыми основными понятиями современной музыкальной теории мы тоже обязаны древним грекам. Например, звук определенной высоты обозначался словом «тонос», что происходило от глагола «тянуть», «натягивать». Кроме того, греки осмысливали не только техническую сторону музыкальной теории, но и ее нравственную составляющую. Что значит «нравственную»? Это характер музыки. Сегодня мы привыкли называть ту или иную мелодию «торжественной» или, например, «печальной». Однако в древней музыке мелодия была не так важна. Ее могло не быть вообще. Носителем характера в музыке выступал лад, то есть своего рода система координат, расположение звуков относительно друг друга. Существовали разные лады, которые имели разные характеры. Например, дарийский лад считался спокойным и мужественным, а афрегийский лад, наоборот, противопоставлялся ему, как чувственный или экстатический. Однако взгляды музыковедов и философов на эту тему существенно разнились между собой. Даже Аристотель спорил с Платоном на тему того, какие лады пригодны для воспитания человека, а какие следует отвергнуть. Наверное, именно по этой причине никто из святых отцов древней церкви не противился греческой музыке как таковой. Вообще христианская церковь никогда не стремилась уничтожить существующие культурные формы и создать вместо них новое. Наоборот, церковь всегда стремилась в деле христианского благовестия использовать те формы, которые уже сложились в языческой культуре. Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что в древней церкви за христианскими богослужениями использовалась мелодическая интонация древнегреческой музыки. До недавнего времени этот тезис не имел прямых подтверждений. Однако в середине XX века в египетском городе Аксеринг был обнаружен фрагмент папируса III века, который содержит слова христианского гимна Святой Троица, сопровождаемые древнегреческой буквенной нотацией. Скорее всего, слова христианского гимна были положены на какую-то уже существующую популярную мелодию. Вы не ослышались, в этом древнем христианском гимне действительно звучат музыкальные инструменты. Дело в том, что ноты на папирусе записаны таким образом, что их можно исполнить и с инструментальным сопровождением. Сегодня мы считаем вопрос музыкальных инструментов в церкви решенным раз и навсегда. Однако, очевидно, в древней церкви, когда традиция была еще живой и постоянно менялась, существовали разные мнения по этому поводу. Имеется свидетельство, например, того, что древние молитвенные собрания сопровождались игрой на флейте или на свиреле. И тут снова возникает вопрос. Можно ли использовать богослужение музыкальные инструменты? Можно ли петь мелодии языческого происхождения? Как ни странно, в трудах святых отцов в древней церкви мы не обнаружим споров на эту тему. Спорили скорее о другом. О том, какие лады, то есть гармонии, языческой музыки можно заимствовать в православное богослужение, а какие следует отбросить. Вот, например, что на эту тему пишет Климент Александрийский. Весьма эмоционально. Пусть любовные песни убираются куда-нибудь подальше. Наши песни должны быть гимнами во славу Бога. Гармонии следует принимать строгие и целомудренные. Должно гнать, возможно, дальше от нашего мужественного умонастроения те изнеженные гармонии с их коленчатыми переливами, которые коварной своей изощренностью внушают людям склонность к роскоши и распущенности. Напивы же суровые, нравственные и чистые, далеки от пьяной необузданности. Полемика между святыми отцами продолжалась вплоть до IV века. Очень характерна такая итоговая цитата Григория Низского. «Заменим тимпаны духовными песнями, бесчинные крики и песни псалмопением, театральное рукоплескание, рукоплесканием благодарственным и стройным движением рук». И здесь тоже вопрос стоит в первую очередь о характере, которым должна обладать церковная музыка. Мы можем увидеть здесь христианское преломление тех споров, которые за много столетий до этого вели между собой Платон и Аристотель. Так или иначе, христианская церковь унаследовала греко-римскую музыкальную культуру во всей ее полноте. Это привело к тому, что уже к IV веку весь христианский мир стал говорить на одном культурном языке. Сегодня мы привыкли отделять западную традицию от восточной. Однако вот что пишет по этому поводу историк IV века Евсей Випамфил. Он пишет, что ныне населяющие север поют одни и те же песни с обитателями полудинами. Самым ярким примером этой универсальной христианской культуры является святитель Амвросий Медиаланский. Будучи епископом Милана и крупным церковным композитором, он очень часто бывал на Востоке. Поэтому музыка дошедшего до нас амвросианского распева носит универсальный характер, объединяя как западные, так и восточные гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok